Горно-Бадахшанская область, республика Таджикистан, вершины восточного Памира. Здесь, на высоте 4000 метров, алтайские ученые провели больше месяца, исследуя уникальную фауну насекомых. Центральная Азия всегда привлекала внимание русских путешественников и биологов. Зона неповторима по своему природному разнообразию. Алтайские энтомологи, продолжая эту традицию, исследуют ее самых малоизученных жителей – бабочек, пауков и многоножек. Я думаю, что наибольшая новизна будет получена в ходе исследования и обработки пауков. Потому что пауки на территории Памира никогда не исследовались, особенно в высокогорьях. Есть такой термин – горячие точки биоразнообразия. Их на планете около 30. Вот как раз горы Центральной Азии входят в перечень вот этих богатейших в плане эндемизма. За время экспедиции ученые проехали более 2000 километров и каждый раз продвигались все выше в горы. Природное разнообразие Центральной Азии на 90% отличается от фауны Алтайского края. Важность ее изучения неоценима, добавляет профессор. Насекомые являются показателем многих изменений в природе. Фауна насекомых – это как космос. То есть там бесконечное количество объектов, которые требуют тоже внимания определенного. Потому что какие-то виды могут и вредителями стать сельского хозяйства. Какие-то виды, они имеют значение с точки зрения переноса инфекции. Какие-то паразитологические, так сказать, вещи. Профессор добавляет, за годы работы с научными экспедициями посетил 35 стран. Одной из самых запоминающихся стала Южная Африка с ее уникальной фауной. Что касаемо Таджикистана, это лишь часть другого большого путешествия по исследованию Центральной Азии, в котором принимают участие ученые Алтайского университета. В этом году им также удалось посетить Узбекистан. Проект по изучению горы Южной Сибири и Центральной Азии поддерживается Министерством образования и науки на федеральном уровне. Сейчас ученым предстоит обработать и описать полученные результаты. В перспективе это станет серьезным источником для научных публикаций и открытий в области энтомологии. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком.